здравствуйте подписчики моего канала зрители данного видео сегодня у нас 20 января 2018 год был залаживать яйца на инкубацию от супер наших курей доминантов так называемых ну так мне рассказывали когда покупал цыплят по 20 гривен штука значит какие правила для инкубации для закладки яиц в первую очередь яйца свежие но я собирались а в течение там нескольких дней три-четыре дня инкубатор влазит от 90 до 110 яиц я думаю что 90 мы засуну сейчас сюда инкубатор у нас автоматически полностью то есть его регулятор температуры все это автоматика стоит не надо там ничего будет нам все циферблатик там все эти вещи в общем самый простой вариант самый такой ну скажем так оптимальный дом недорого и сердит яйца мы перри перебрали яиц было немного чуть больше у нас часть из них отошел хочу показать каким образом определяем яйца как они подойдут не подойдут а ну давай берем обычный фонарик и вот таким образом проверяем яйцо представляем его так держи держи фонарик и получается у нас сейчас видно видите трещины смотрим на вот такого плана яйцо если с такими точечками и трещинками она не канает откидываем в сторону потом смотрим она посвятина это яйцо во первых смотрим чтобы яйцо было ровно и вот это яйцо если его сейчас подождите если убери свежим не светил мне если вы визуально посмотреть видно какое оно квадратное ну то есть он вот неровно слишком конусные яйца слишком крупные круглые яйца отбрасываем в сторону сразу вот тоже неправильной форме яйцо визуально видно она просто неправильной формы его откидываем в сторону включая фонарь сейчас посвечен теперь берем я хочу показать более-менее она давать это яйцо посмотрим более менее яйца как какие они нормальные секундочку со светом перестанем баловаться значит вот видите мешочек воздушный мешок ты держи фонарик и сам покручу яйцо воздушный мешок вот он находится не очень видно сейчас вот так его видно вот затемнение такое круглое пятно темное он должен находиться со стороны тупого яйца с тупой стороны яйца это самое яйцо выключать яйцо в яйце не должны не должен просматриваться желток ну не должно быть видно перехода от белка к желтку ну то есть она однородная должно быть и в тупой стороне его должен находиться воздушный мешочек при этом еще раз включение фонарик я говорю значит давайте возьмем еще одно яичко посмотрим вот видно воздушную вот она сумку воздушную видно яйцо без точек всевозможных без трещин ну то есть она цельная вот такое яйцо форма у него ровненькая она похожа на яйцо не вытянутая не круглая это все что нам надо от яйца соответственно это яйцо нормальная все убираю фонарик так значит еще один момент яйца перед укладу перед тем как заложим их в инкубатор мы их нумеруем вот так нумеруем с одной стороны делаем нолик там взрыв крестик в процессе инкубации их придется переворачивать это будет очень удобно для того чтобы мы видели перевернулась она не перевернулась инкубатор у нас все можешь выключать пока фонарик инкубатор у нас автомой полуавтоматическим переворотом что в решетка застряла порвалась еще на протяжении их помоги мне показать что как это работает значит смотрите значит смотрите вот индикатор температуры стоит по центру соответственно центральный ряд не заложено оставляем яйцо где-то выдвигаем оставляем место яйца залаживаем полностью сейчас заложим наш инкубатор оставим посредине дырку зальем водички в канавке и начнем инкубировать температуру инкубации все эти вещи там легко найти в интернете где угодно но в комплекте с инкубатором шла книга и мы по ней в принципе будем все это делать поэтому вдаваться в эти тонкости не будем я хотел рассказать о том как инкубировать как закладывать яйца каких отбирать процедура несложная лучше ее произвести иначе у нас слишком много отходов будет в принципе все что я хотел показать данном видео давайте мы сейчас заложим как заложим еще раз покажем так значит яйца начали укладывать инкубатор я хочу сказать буквально несколько слов значит по поводу как хранить яйца ну сколькодневные короче так яйца храним ну лучшим самый лучший вариант это два-три дня свежее яйцо должно быть для инкубации ну как бы для куриных яиц там до недели можно дней 6 в принципе можно и больше но тогда будет сразу же как бы вылупляемость уменьшается там в разы буквально там остается процентов 20-30 если именно яйца будет старый температура от 8 до 15 градусов температура хранения яиц для инкубации при этом если яйцо охладилась они же 8 градусов можно сразу него пускать на яичницу или омлет потому как с него уже никто не вылупится после переохлаждения яйца в нем прекращается в эмбрионе уже не будет процесс не начнется процесс развития эмбриона поэтому если хотите не на зачем если хотите сделать приятное соседям которые хотят от вас для инкубации яиц не стесняйтесь давайте в холодильник подержали часик и все нормально холодильник там радуса моему может и не 8 я не знаю 0 значит яйца лучше на самые лучшие куры получаются чем раньше грубо говоря тем лучше если уже время дошло там для инкубации июнь-май июнь то там уже можно инкубировать по большому счету сколько ни раз не брали там не цеплят не яйца для инкубации фигня все получается они какие-то уроды до получается вот смотрите январь середина января конец января февраль март это самые такие месяца в которые лучше всего конечно про инкубировать инкубатор у нас бытовое поэтому много есть и войдет особо тут такого для хозяйства хватит с головой для того чтобы у нас развести там тут суть даже не в том чтобы развести попробовать именно доминант я понимаю что это у меня будет не надо в комментах меня обзывать дураком там еще что-то писать это будет не супер доминанты какие-то понимаю что это будет помесь уже какая-то там но все равно они будут ближе к доминантом чем обычная домашняя курица я так думаю в любом случае это будет там коры с повышенным так скажем с повышенной яйценосностью и иммунитет правильно будет лучше я я брал я брал допустим этом все равно оказывается доминант это тоже кроссовая порода как ну получается из него но они распадаются при инкубации их яиц они там супер не получается но это несут не самое страшное в жизни мы страна про инкубировал все равно посмотрим что из этого выйдет а что ты как ты метил шути по и на яиц не это самое обрисованы допустим она хватит и так сейчас мы видите вы укладываем крестиками вверх там или ноликами или какими угодно можно буковки шоу вот на кому как это самое единственное маркером желательно не рисовать потому что маркер химия пройдет во внутрь яйца и брион получит излишнюю дозу до кота дерьмо лучше это все сделать обычным карандашом простым то разноцветном лучше простым конечно самый такой безопасный вариант ну в принципе шо еще могу сказать ничего тут такого военного и умного нету яйца отобрали главное их вот такая проблема была не то что проблема я большое внимание уделял при сборе яиц чтобы они перехватились то есть я ходил температуру в сарае сделал чтобы она была там раз а 10 12 плюс в этих гнездах она была вроде как ну и собирал старался собрать я знал они несутся там с 11 до часу вот я старался пройти два-три раза пособирать чтобы яйца не успевали даже под курицей остывать и потом их просто в дом заносил и они должны были по идее у меня быть нормальной через три дня по моему на третий день мы будем смотреть уже видно да запустились они запустились а посмотрим там на паучка этого на червячка что там не получили либо да либо будет там круг там мы посмотрим все это покажет соответственно будем знать так ну принципе все подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите коменты всего доброго и пожелайте удачи цыплятам нашим чтобы они вылупились а в общем то всего доброго с праздниками прошедшими всех до свидания